Вот группа. Ведутся все отчеты. Можно посмотреть, как мы собираем. Началось все с первых дней мобилизации. Жены, матери и сестры объединились. В первые дни встречали поезда с военнослужащими в Орехово-Зуеве. У меня муж попал в Мулино, Нижегородская область. Мы встречали эшелоны здесь в Орехово. Помогали им, передавали еду, одежду. Помогала нам администрация с закупками лопат, инструментов всяких. Потом, когда у меня мужа перевезли в Белоруссию, ну, понятное дело, что не доедешь каждый день, не будешь кататься. Я тоже списалась с Ириной Сергеевной. Так как сейчас администрация округа ежедневно организует несколько отправок гуманитарной помощи нашим землякам-военнослужащим в разные части России, Белоруссии и Украины, у родственников есть возможность передать и свои личные посылки. У меня было две коробки по 30 килограмм. Вот. То есть, это не только ему. Приехала, он там поделился, все, ну, как бы разнес всем. То есть, все нормально. Отправляла там телефоны, у кого кнопочные сломались, лекарства там каждому индивидуально. Сама Сабина тоже обратилась в администрацию за помощью. Они с мужем собирались поменять старый котел, который вышел из строя в квартире. Супруга вместе с ребенком приходила жить на частной. Сейчас Сабине одной такую покупку не потянуть. На ее обращение быстро отреагировали. Новый котел помогла приобрести администрация. Газовые службы согласились провести все работы по демонтажу и установке бесплатно. Произвели обследование дома. Неисправен котел был. Нарушение монтажа в квартире. Неисправен дымоход в квартире. Произвели демонтаж газопровода внутреннего. Произвели демонтаж котла. Тварочная бригада проводит перемонтаж внутреннего газопровода. Для того, чтобы мы уже могли поставить новый котел. Также в квартире проведут обследование дымохода, после чего в помещении вновь станет тепло. И Сабина с мамой и маленьким ребенком смогут вернуться в свой дом. Продолжение следует...